вечерочек ты на канале ганты games где мы с тобой играем в разные игры сегодня я хочу представить тебе новую рубрику первое впечатление в этой рубрике я вместе с тобой буду выбирать некоторые игры для прохождений если игра произведет отличное впечатление на меня или на тебя то мы и будем проходить и дальше противном случае нет вот как бы такая экспериментная скажем рубрика и игра попала под нее он кай star rail либо же он кай и железная дорога давай начнем а там посмотрим что будет красиво красиво а спросим почему выбрал я именно такую игру ну по ней я слышал много шумихи от нее что-то все писаются может не столько от игры сколько от персонажей целом если ты об этом не слышал но слышал об этом я то это уже важный критерий чтобы я принял такое решение и и попробовать пройти давай проверим что за игра базовая так используйте базу атаку персонажа чтобы атаковать противника отлично спасибо я все понял красиво так мы должны же на поезде нет там же написано star rail какого херзу какой-то космический корабль опа злые дни все людям кранты злые дни пришли их кусать что это спрашивают люди возглавь эвакуацию быстро вперед ака youtube-то мне такое не заблочит а сука и сейчас смотри я заменю музыку на какую-нибудь похожую осторожно кажется я не вовремя нет нет я думаю ты не могла бы выбрать более подходящего времени системное время 23 47 15 ты очень пунктуально кавка кавка почти как кашка только кавка или а точно предсказывает будущее так что это был за взрыв тоже часть его сценария ага системное время 23 44 59 импульса от взрыва вызывает массовый отказ главной системы управления твоих рук дело нет это сделал легион антиматерии они полностью захватили космическую станцию для системных час для системных часа назад космическую станцию для а 2 пули два системных часа назад не свести в корабле денег не будет так нам еще и с легионом драться не знаю или он ничего не говорил так что это не имеет значения понятно значит с этого момента я буду отвечать за операцию принято в этот раз ты мне дашь немного повеселиться а то последний sky операции прошли скучновато извини но боюсь я мало что могу для тебя сделать какой не голос странный слушай а куда заболела наша задача на этот раз просто правильно установить цель зачем она так разговаривать но если хочешь сама найти себе приключение да давай как она останавливать тебя не стану как-никак что это за хуйня почему так разговариваешь как-никак сценарий элью этого нет а тогда какая разница и что мы имеем используйте базу атаку на выбранном противнике нажал о чем меня сразу херачит вы чё это обучение или чё выбери целью атаки противника справа взял переключитесь на более сильный навык взял используйте навык на выбранном противнике сделал а этот и того тоже загасили видел так это будут такие бои типа как в мечах и магии в героях да о переместить персонажа используйте спринт чтобы двигаться быстрее а а он тратится он тратится скажите мне тратится нет прыгать можно прыгать нельзя прикинь прыгать нельзя пробел не работает это что за кошмар нет пробела и у нее только один удар по жизни своей другого у нее не предвидено удара ух ты так тут книги миссии навигации сообщения сообщества о туда нам не нужно короче это это слишком замудренно все так граффон у нас нормально строим портрет герты кто это герта да такая молодая она была знаменита еще прошлую янтарную эру должно быть ей сейчас не меньше ста лет она член общества гениев и эмонатор нус эона эрудиции думаю при желании она может заставить себя стареть в обратную сторону кажется я припоминаю что более половины из 80 с лишним членов общества гениев умерли своей смертью хотя кажется один из членов прожил всего два 12 дней как же его звали это вполне нормально разве бессмертные боссы видеоиграх не ждут пока главный герой придет их убивать бессмертие это не всегда хорошо ха-ха шутка в стиле альянса да у нас тут вообще веселуха ты прям прешься по вот этому компьютеру который с тобой разговаривает осмотреть это космический лифт на котором вы добирай добрались до космической станции а по поводу того как вы заговорили сотрудников охраны не будем об этом а используйте фальшивую личность чтобы пройти проверку безопасности так а я вижу телефон что за телефон это вот это сообщение мне пришел какой-то о ребят нет вы понимаете что мне не нужно зачем столько информации мне вот сюда по столу разбросность исписанные формулами листы бумаги их автор явно очень торопился терминал космической станции вам без надобности а чё он подсвечивается вот начала на shift бегать прикинь ну давай об взломали таких про легион антиматерии стал таким слабым пройдите длинный коридор и водите по внутреннюю часть космической станции я не смогла привлечь больше а ты хотела чтобы сюда сбежался весь легион такая кучка не сможет остановить экипаж звездного экспресса расслабься зверь судного дня тоже здесь кого мне показываете кораблю то наш корабль вы мне показывает пойдем я вроде поднастроил графику вроде должно о мы тут прям всех можно поспрашивать да так чё это у нас я знаю этого человека она владычество безмолвия поль полька как камун видишь лицо совсем не четко она уничтожила все свои портреты и скульптуры по всей вселенной меня это не интересует займись более насущными делами видишь он тебе говорит хватит ходить херню заниматься это зандар зандар один кувабара первый гений в истории предполагаемый создатель нус да это он если легенды правдивы то он был человеком создавшим эона надеюсь что это неправда я не хочу охотиться на зандаром тут прям очень видимо большой лор в этой игре тут слишком много всего кто-то старик седой бородой это же гендальф ебать тебя в рот понятия не имею какой-то из членов общества да посмотри на него агентов даже что него на голове повязка на глазу вот портрет айдена а это кто понятия не имею портрет айдена я тебе скажу это айден портрет скрюлума и серебряный волк смотри это же скрюлум твой давний соперник а я же говорила я не знала что это был он именно благодаря этой битве элио положил на тебя глаз представь себе как кто-то действительно смог взломать код скрюлума сначала скрюлум потом герта наверное нет больше никого во вселенной кто бы за такое с короткое время оскорбил сразу двух гениев наверное это судьба уж похоже я здесь настоящий раб судьбы короче такая что это вообще я как понимаю четвертая а я могу упасть нет не могу что-то четвертая игра в этой во всей вселенной hong kai а я вообще мог найти только 2 2 последних только что вот эту и прошлую и вот эту одолеть единого рейнджера пустоты пусть это будет разминкой окей но раз все говорят именно об этой игре об этой части то решил поэтому пройти в нее говорят что какие-то будут касаться тут этих прошлые персонажи будут появляться но в целом это нам не важно мы же просто проверяем правильно правильно теперь противник находится пределах досягаемости персонажа хорошо атакуйте выбранного противника чтобы начать бой опа уязвимость и бать это у него выключилось перед глазами его пишешь как по башке дала кстати когда вот бьют по затылку примерно такое ощущение как телевизор выключается персонаж обладает сильной сверхспособностью накопить энергию чтобы использовать ее в бою окей бой с противниками восстанавливает энергию а где какая энергия так мне нужно выбрать кого бить давай вот этого летающего да он какой-то самый сильный так у меня есть суперсилы а вы чё все энергия заполнена именно используйте все способность немедленно я использовал я нажал супер что использовать способность на всех противников давай она сказала всем пока скажи всем пока пробитие то есть меня пару раз ударят и я могу всех вообще порешать очень удобно на самом деле ужас ужас посмотри но это читерство уборка за другими не входит в мои обязанности знаешь кавка это что да да куда ты его отправила серебряный волк а все мы нажимать надо по каким-то случайным координатам неважно тебя волнует где оказался этот рейнджер пустоты в вовсе нет просто я как обычно в восторге от твоей невообразимой техники всего лишь небольшая подтасовка данных реальности я бы не назвала ее невообразимой на что ты сейчас так пристально смотрела дай-ка взглянуть игрушки герта каталог с коллекции редких предметов космические космической станции у них много интересных штучек например вот этот пистолет может оценить любое существо в прицеле от 0 до 100 вот этот пистолет может оценить любое существо звучит так себе до уровень покажет тебе тебе не интересно сколько бы ты получила очков я бы хотел узнать свой результат ладно думаю мы могли бы заскочить и поиграть с ним если это не слишком далеко где находится наша цель и иди по коридору за дверью слева там есть комната в которой хранится какой-то редкий предмет так вот так вот где стеллар он опухоль всех миров фига вот тут это нужно было читать я не обращал внимание на это там то там то что может нам там то что поможет нам выяснить где стеллар он чего сложные имена ребят время наступает в отряд нажмите чтобы закрыть серебряный волк история я нажал куда нажать переключайтесь на нового персонажа в отделе серебряного волка я переключился а тоже быстро бегает она видимо это все так делают собрать рукопись герты предисловие быстрое прочтение а тут много всяких вы можете найти много читаемых предметов в своем путешествие потратить некоторое время на их чтение чтобы узнать о жизни людей и знаниях других мирах доступ к собранным предметам для чтения нужно получить с помощью функции книги в меню смартфона ага а то есть я должен то есть я должен сделать как но так и тут есть книги и тут я уже могу их читать читать о нет давай давай короче на если прям зайдет игра если прям захочется в нее играть да и почитаем все посмотри давай смотрим на экране появляется надпись экранная эвакуация мистер следует инструкциям собрать водным путеводители по космической танцы ok а все так что еще можно эмблема космической станции герта ты встречал ее раньше мне любопытно узнать о вкусах человека который назвал в честь себя космическую станцию встречала ее вживую хотя видела множество ее портретов как жаль ох как жаль вот так она разговаривает контроллер у вас есть другие дела вот так вот не дают вообще повеселиться что это опа разрушаемые предметы попробуйте разбить предметом встречающиеся вам на пути и возможно вы сможете найти что-нибудь полезное звездный нефрит мы собрали тут все разбивается нет не все ну давай быстрее чё ты добро пожаловать на космическую станцию герта здесь вы сможете окунуться в бездонный океан знаний при глубоком покружении пожалуйста соблюдайте осторожность бесполезный совет кто знает что в голове у тех кто идет по пути эрудиции встретить серебряным луком и покиньте приемный центр а тут как раз показывают что можно бить окей так понятней становится это хорошо так отсюда я пришел получается да но я заметил что меняется вроде когда сражаешься меняется прям локация экран напоминание о страховом возмещении в этом месяце пожалуйста подайте онлайн заявку до 21 числа претензии не могут быть предъявлены в следующих случаях отсутствие идентификационного кода исследователя космической станции для медицинского обслуживания отсутствие посещения медицинского кабинета космической станции частные операции независимые медицинские кабинеты и другие неофициальные каналы трудно идентифицировать поэтому пожалуйста будьте осторожны нахера это я сейчас вообще прочитал вы с ума сошли обычный сундук по сундуки разбросаны по миру вы можете найти очень ценные вещи следуя мир и побеждая противников но пока мне какие-то нефриты дают наверх нельзя попасть путь переграждает оцинкованные ворота окей значит нам только туда а вот подожди подожди опа кредиты и флоги стоны какие-то флоги стоны а прыгать она тоже не может контроллер давай впереди центральная часть космической станции там будет много рейнджеров в пустоты легиона пойдем посмотрим окей блять что с тобой не так почему это нельзя поломать ой и что и что и что и что и что мы же просто войдем в бой с ним я его ударил типа 1 а в противном случае что у нас двое на одного помощи хуйня союзники и противники действуют в порядке очереди согласно последовательности хода на сверхспособность не влияет ограничение последовательности хода ее можно использовать в любой момент окей так у нас есть ослабление единочный тогда его ослабим короче прикол получил кубиком по голове а так все использует а блин то надо было прочитать после активации сверхспособности и можно использовать немедленно я это уже понял я нажал пользователь забанен использовать сверхспособность термельного волка чтобы одолеть противников давай ну смотри он ослабляет но выглядит прикольно это тебе не героями чай магием выглядит красиво доступного функции обучения посмотрите все открытое обучение все открытое обучение а где житель чтобы показать курсор откройте обучение открытые пункты обучения доступны в меню обучение используя способности чтобы активировать навык налить иконку умения клавишу быстрого доступа или выбранную цель выбор цели чтобы сменить цель нажмите на новую цель проведите по экрану или используйте клавиши быстрого доступа порядок действий последовательности показывается порядок действий как союзников т.к. противников тот кто Он находится наверху списка, начинает действовать первым. В посредине логично. Порядок действий. Нажикorde на последовательность действий, чтобы в правом нижнем углу увидеть индекс действия для каждой цели, который показывает промежуток времени до следующего действия, цели. Чем ниже это значение, тем выше позиция в списке последовательности. Порядок действий. Некоторые навыки некоторых персонажей могут сокращать или увеличить время до действия цели. При пробитии уязвимости выбранного противника его действия откладывается. Скорость, скорость влияет на длительность интервала между двумя действиями. Чем она выше, тем меньше интервал. Также она влияет на последовательность действий в начале боя. Сверхпособность. Сверхпособность можно использовать, когда энергия персонажа полностью заряжена. Сверхспособность можно активировать в любое время, и ее использование в нужный момент даст шанс на дополнительное действие. Энергия. Энергия восстанавливается после применения навыка, уничтожения и целей, или приема атаки во время боя. Скорость восстановления энергии помогает увеличить показатели энергии персонажа. Вот это мы все как раз читали. О, какой кошмар. Так. Так много всего. О, о, что ты делаешь? Взяла такая, дай-ка я поиграю. А, это потому что я не ходил, ты поэтому начала этой херней заниматься. И ничего разрушить нельзя, ты посмотри. О, вот это можно. Это жизни. Я тебе отвечаю, это жизни. Стой. Что-то или что-то впереди. Типа танцует прям, ты видел? А, и сзади кто-то есть. Что, по пляжу? Похоже, мы попали в засаду. А на самом деле все наоборот. А почему происходит иногда через вот эти разломанные стекла? Очки навыков, это боевой ресурс, который делится между всеми членами отряда. Перегрузиться на навык. Взрыв. Давай. Используйте навыки расходуя очки навыков. Так. Окей. Сейчас очки навыков исчерпаны, правильно, потому что мы все потратили, дурачки. Без очков навыков нельзя использовать навык персонажей. Используйте базовую атаку, чтобы восстановить очки навыков отряда. Удар в пустоту. Ну, у нас жизни много, я думаю. Нас че? Так, очередность. Ага, теперь моя очередь. Вот они мы. Так, давай, давай, короче, летающих, летающих хуже, мне кажется. Так. А давай наберем прям много, короче, очков. Вот видишь, три уже набрали. Нам еще два нужно набрать. Че нам за это дадут? А, там у нас еще суперсила, к которой мы сейчас все завершим. Давай. Нет, я хотел набрать, давай наберем, посмотрим, че будет. Четвертый навык, давай. Пятый навык, вот у нас пять. И просто это мы используем навык, вообще оно ничего не делает, да? Никакого супер-супер-пупер навыка не будет. А, да используй, используй. Он должен умереть сразу. Ля, не умер, прикинь. От такого. То есть, в целом, можно очень быстро использовать все эти навыки. Здесь не души, эвакуацию выполнил впечатляюще. Интересно, Герта сама все организовала? Судя по логам, она не заходила сюда больше полугода. Эвакуацию руководила исполняющей обязанности ведущего исследователя, девушка по имени Аста. Не знаю такую. Ах, да. Элио сказала, что мы не встретимся с Гертой. Кажется, ее действительно здесь нет. И че теперь делать? Куда пойти? Так вот, где находится Стелларон. Опухоль всех миров, там подписано. Сценарий Элио не содержит никакой информации о межнонахождении Стелларона, а значит, он предвидел, что в будущем мы найдем Стелларон не физическим путем. Эта космическая станция набита необычными объектами, и я не удивлюсь, если найдется такой, который сможет это осуществить. Придеть одну диковину за другой диковиной, это Стеллигерты. Полагаю, ты знаешь, что делать. В смысле, ты уже давно читаешь этот каталог. У меня есть вся нужная нам информация. Не хватает лишь одной маленькой хитрости. Помоги мне исследовать терминал в этой комнате. Наш объект может быть внутри. Хорошо, тебе карты в руки. Тебе карты в руки. Помогите терминал Волку осмотреть терминал комнаты наблюдения. Я просто думал, что эта игра вообще сама по себе. Типа ММО РПГ. То есть, прям открытый мир, и все. И тут много персонажей, у тебя там какие-то миссии есть, все, проходи. А тут прям какие-то сюжеты. Давай, смотрим. Ммм, я не вижу устройства памяти для этого терминала. Это комната наблюдения. Должно быть, она удалили... Они удалили запись и избежали. Классика. Да, глянь, тут вообще красиво как. Вообще все. Все видно, все понятно. О, мы с тобой можем поговорить. Помоги мне обследовать терминал в этой комнате. Наш объект может быть внутри. А, ну, короче, мог не подходить. И тут ничего нельзя посмотреть. А вот это можно разбить. Это я вообще за радость. Я вижу всю космическую станцию на экранах наблюдения, но Стелларуна нигде не видно. Даже если бы и увидел, это наверняка была бы ловушка. Герта не выставляет свои коллекции на показ. Тогда подойди сюда, а то мы... А то так мы ничего не найдем. Я подошел. Итак, у тебя появился гениальный план? Я внимательно слушаю. Речь идет о прямом взломе системы наблюдения. Ага, ясно. Коллекция Герта не в системе. Значит, стоит поискать за ее пределами. Я что, могу ходить? Опа, опа, все. Все, девки. Вам пизда. Нет? Просто грубо, но эффективно. Смотри, нашла. А, это ты сделала? Я думал, тут все прям плохо теперь будет. Ну, что это? Объект номер 211, слепое пятно. Простое светоотражающее поле. Оно позволяет объекту всего поля оставаться незаметным. Но если другой объект перестает привлекать внимание, то этот объект раскрывается. Получается, Герта скрывает свою коллекцию за чем-то настолько простым. Самый простой трюк труднее всего обнаружить. Разве не так мы говорим? Господи, я никогда не привыкну к ее голосу. Опа, я кого-то вижу. А, это ты и сделала проход. Фига себе, ты крутая. Странный объект номер 2. В данной говорится, что это обычная голограмма, но у нее есть дополнительный слой. Давай посмотрим, не переживай, умрем мы не здесь. Ха-ха, пойдем. Чего, нельзя? А, тут так не принято, я понял. Как интересно, что и следовало ждать от члена общества гениев. Блин, мне бы мышку быстрее крутить. Сталарон уже близко, давай поторопимся. И все, я взломал вообще на раз-два. У него своя система безопасности. Думаю, даже для Герты Сталарон необычная диковина. Можешь его достать? Конечно, даже гениальная Герта не может тягаться со мной во взломе. Хорошо, тогда и сосуд подготовь. О чем речь? Дамы и господа, о чем речь? А, вы что-то сперли? Сосуд готов. Своё решение. Активирует сосуд Стелла. Активирует сосуд Келус. Это что такое? Где субтитры? Субтитры, о чем вы говорите, я не понимаю. Сосуд Стелла. Сосуд Келус. Что за выбор, что за выбор, что за выбор? Они связаны? Не связаны? Давай, наверное, парня выберем. Или девку. Ну, это так две девчонки тут. Слушай, давай парня выберем, короче. А, тут можно... А, сосуд не может быть изменен после подтверждения. А, это я себя выбираю? Давай парня выберем. А, имя? О, сейчас я ему дам имя. Не на русском. Вот так, да. Красиво будет. Ган, ты пусть он будет. Подтвердить. Нажмите и держите для подтверждения. Мне прикладывать палец к экрану надо? О, блин, прикинь, работает. Прикинь, сработало. Ну, ладно. Какие звуки-то приятные. Дру-дру-дру-дру-дру-дру-дру-дру-дру-дру. Как много он помнит. Ну, тебя-то вспомнит. Пора вставать. Прикол. То есть, это теперь мой персонаж будет, правильно? Или как? Чего? Ой, ой, чё нажал? Отлично, ты всё ещё помнишь меня? Ебать, а вот как так совпало, что ты прям там появилась? Чё за загрузка? Чё так долго соображаешь? Послушай, в твоей голове сейчас хаос. Не понимаешь, кто ты, что здесь делаешь и что произойдёт дальше. Я выгляжу знакомо, но ты всё равно не знаешь, можно ли мне доверять. Ничего из этого не имеет значения. Тебе нужно лишь знать, что я ухожу, и ты останешься один на этой космической станции. Так что отныне ты не будешь думать о своём прошлом или сомневаться в себе. Послушай, скоро ты столкнёшься с опасностями и различными трудностями, но и приятных событий впереди много. Встретишь единомышленников, которые станут для тебя семьёй, и вы вместе отправитесь в такие приключения, что тебе и не снилось. В конце твоего пути всё, что тебя тревожит, разрешится. Это то будущее, которое предвидел для тебя Элио. Тебя оно нравится? Господи, как ты много говоришь. Кошмар. Да, наверное. Нет, я не хочу. Куда ты уходишь? Вот, давай спросим. К следующей остановке, чтобы продолжить путь к будущему, которое уже написано. Это как ткать парчу. Мы можем добавлять только одну золотую нить за раз, но в итоге получится великолепный узор. Сколько времени тебе нужно? По сценарию скоро прибудет экипаж Звёздного Экспресса. Первопроходце написано. Мы не должны попасть им на глаза. Я знаю, Серебряный Волк, просто дай мне ещё минутку. Мне пора идти. Послушай, не волнуйся, очень скоро тебя найдут. Тебе лишь нужно пойти с ними. Ты ничего не вспомнишь, кроме меня. Это напоминает мне людей в чёрном. Они вот так же тебе херню задвигали после того, как прыснут. Кавка, давай скажем ей Кавка. Когда наступит момент сделать выбор, сделай тот, о котором ты точно не будешь жалеть. Окей. Я в целом никогда не жалею о своём выборе. Если он не конченый. Ха-ха, казался. Авангард знамение. Те, кто верит, понятно, спасибо, понятно. Мужской голос, разве корнято пришли не с космической станции? Да какая разница? Он здесь и он жив, или тебе кажется, что это кукла? Слабое сердцебиение и пульс. Март, попробуй сделать искусственное дыхание. Что? Но ведь я не умею. Дань Хэн, лучше ты. Шо, целуемся? О, стой, погоди. Он очнулся. Тебе все в порядке? Слышишь меня? Помнишь своё имя? Я ничего не помню. Ой, это нехорошо. Можешь ещё попробовать? Наверняка ты хотя бы своё имя помнишь. Меня зовут Ганте. Ебать, Ганте. Я же помню, что это я. Чё, говори, Ганте. Дань Хэн. Ганте? Рад встрече. Меня зовут Дань Хэн. А это Март 7. На эту космическую станцию напал Легион Антиматерии. Мы пришли помочь со спасением по просьбе ведущего исследователя Асты. Легион Антиматерии. Ведущий исследователь Аста. А, и вот куда мне идти, это будет продолжение. Давай, Легион Антиматерии. Этими головорезами управляет разрушение. Тебе повезло, что здесь нет самого опасного из них, лорда-опустошителя. Эмманатор разрушения, написано. Лишь кучка его приспешников. Мы скоро расправимся с ними, не волнуйся. Окей, ведущий исследователь Аста. Угу, милашка с розовыми волосами. Госпожа Герта назначила ее исполняющие обязанности ведущего исследователя. Этой девушке действительно нужно набраться авторитета. Не могу поверить, что ее собственный сотрудник даже не знает ее имени. Да блять, я только что очнулся. Меня какой-то шарик сунули, светящийся. Как я тут что-то соображу? Куда мне идти? Какая музычка. Возвращайся к главной контрольной зоне. Аста и другие исследователи уже собрались там. К тому же здесь и наш Звездный Экспресс. Не волнуйся, мы защитим тебя от монстров и приведем тут все в порядок. Пф, пошли, у меня даже камера, видишь, вот тут внизу камера. А кто вы такие? Давай спросим, кто вы такие. Мы с Дани Хайном члены экипажа Звездного Экспресса. У Экспресса есть дела с госпожой Гертой, так что мы время от времени приезжаем на космическую станцию. Мы просто оказались тут во все время этого вторжения. Конечно, как команда героев, мы будем рады протянуть руку помощи. Окей, Звездный Экспресс? Да, ты ничего не видел? Ты никогда не видел его? Экспресс приезжает сюда время от времени. Это вот эти вот рельсы огромные. Это уникальный поезд, который может путешествовать между звездами благодаря силе Эона Освоения. Я покажу, когда мы вернемся в главную контрольную зону. Тогда пошли. Возвращайтесь вместе с Март. Связь с Орланом из-за дела безопасности оборвалась где-то рядом. Мне нужно сначала найти его. Ну хорошо, береги себя. Кивни, кивни, что ты как неродной, кивни. Какой я не культурный. Кивни, может быть тебе стоит взять это? Вот это? Вот эту какую-то бутылку венца? Поскольку легион бушует на космической станции, словно стая волков, наша прогулка будет удовольствием не из приятных. Лучше, если ты сможешь защитить себя чем-нибудь. Это просто небольшой совет. Ты в безопасности, пока я рядом. Ой, да спасибо. Персонажи. Посмотрите детали всех отрывок персонажей. Открой меню персонажа, чтобы увидеть информацию о персонаже. Альт. Ага, вот нажал. Подробную информацию о персонажах можно просмотреть в меню персонажа. Каждый персонаж имеет свой тип. Ганте это персонаж физического типа. Каждый персонаж имеет свой путь. Ганте идет по пути разрушения. Че это по пути разрушения? Может я хочу по пути спасения идти? Вы че? Выберите Март 7. Персонажи бывают разных типов и следуют разным путям. Узнайте о каждом персонаже на экране с подробностями. Вот это? А, ну да, тут все характеристики. Видишь, у него сохранение. Мощь с оборонительными способностями. А у меня... Приличный наносимый урон и живучестью. Все. Разрушение мое. Охота. Наносить удар по одной цели. Так, эрудиция, гармония, события. Короче, понятно. Очень интересно. Пока, я думаю, не будем мы так это повысить уровень. Я могу повысить уровень. А, ей или себе могу повысить уровень? А где? Подожди. А, так у меня ничего нет. Все, выходим. Посмотрели. А, я могу переключать? А, тогда подожди. Да, подожди. Я, значит, делаю вот так. Так, у меня, получается, жизни больше. Сила атаки больше. Защита больше. Я вообще лучше тебя во всем. Не буду я на тебя меняться. Посмотрите, что происходит снаружи. И вот это я могу узнавать все. О-о-о. О-о-о, блядь, что такое? У меня какая-то бита в руках. А я думал, это какая-то алкашка. А это не алкашка. Пространственный якорь. Восстановить для всех. А, это жизни, короче, пополнять. Окей. У нас все нормально. Диковина, который отдел прикладных искусств, получил совсем недавно. Пока не имеет досье. Вот это что? То же самое. Вот это что? Набор для фильтрации счастья. Дикойна номер 269. Набор для фильтрации счастья. Портативное устройство внутри куба. Можно использовать для распознавания и сбора радостных эмоций. У каждого живого существа должен быть свой набор для фильтрации счастья. Радости много не бывает. Прикол. Это что? А, мы не можем это посмотреть? Не можем. Ой, напугало. Здесь полно всяких крутых штук. Это же коллекция гирты. Вот только не понимаю, зачем она столько сил тратит на поиски? Они ведь тут только пыль собирают. Все закончило. Полное затмение сердца. Дикойна номер 1381. Полное затмение сердца. Рядом с ним лежит предупреждение не включать без письменного разрешения космической станции. А тут что у нас за диковины такие? Ракушка. Блять. Что там говорила? Дикойна номер 148. Ракушка смешнявка. Издает какой-то странный звук на смех. Не похоже, но все равно забавно. Осмотреть. Поскольку здесь еще не полностью убрали последствия вторжения легиона, сейчас выставлены не все диковины, которые есть на космической станции. Набор для фильтрации счастья. Но это то же самое мне скажут, да? Что? Что? Подожди. Или ты не то сказал? Устройство сбора радостных эмоций. А, радости много не бывает. Все то же самое, да. Оценивающий пистолет. О, вот эта штука нужна. Дикойна номер 752. Оценивающий пистолет. Предмет приводит оценку существ, используя неизвестную логическую систему. Закрытый прежде глаз этого странного пистолетика вдруг распахивается, прокручивается и злобно уставляется на вас. Оценивающий пистолет взглянул на вас и объявил 84 очка. Он руководствуется весом? Нет, вряд ли. 84. Ой, что это такое? 84 очка. Так, подожди. А, это может быть моя сила? Сила! Это сила! Ха-ха! Ебать, я сообразительный. Я предлагаю еще немножко поиграть. Наверное, минут 10, может быть. И закончить. Собрать. Журнал, учета диковин, быстрое прочтение. Нам сейчас не нужно читать. Контролер. Пока ничего не меняется. О, вот это я сломаю. О, ах, это легион на нематерии. Значит, это сумасшедшие монстры уже добрались сюда. Дай-ка мне с ними разобраться. Да я без тебя спрой. Ля, что делай? Ля, идет за мной. Типа потому, что я первый ударил, поэтому у меня какие-то преимущества есть. Я так понимаю, это работает. Три. Значок типа показывает тип уязвимости противника. Ага, белая полоса под типами уязвимости указывает на стойкость противника. Используйте атаки, соответствующие типу уязвимости противника, чтобы понизить его стойкость. Ага. Выберите целью атаки противника справа. Выбрал. Эта атака может истощить стойкость противника до нуля. Используйте базовую атаку на выбранном противнике. Вот как раз снежинка тут нарисована, и у него снежинка. Пробитие. Ага, используйте ледяные атаки, чтобы инициировать пробитие уязвимости и вызвать у противника заморозку. Так, используйте физические атаки, чтобы инициировать пробитие уязвимости и вызвать у противника кровотечение. То есть, вот как раз у них то же самое, что и у меня. Да-да, давай взрыв. Она же тоже такая вроде, да? Да. Давай сразу на всех. Да, херач обоих. Восстановление. А, уже твой ход? Как-то я пропустил. А, ну да, мы же первый ход уже сделали. Ну тут пока нормально, слушай, легко. Он исчез. Куда он исчез? Так, защита. У нас есть защита. А давай защиту сделаем. А, ты чисто на себя? А, или на меня? На меня? Блин, я случайно. Ладно, давайте еще один взрыв, ребятушки. По вам хорошо вот этот взрыв работает. А тут почему сразу исчез? А ты сильнее, чем кажешься. Боец из тебя получится... Хороший. По еще бы. А, уязвимость. Что это? В своем приключении вы можете столкнуться со всевозможными противниками. У каждого из них есть уязвимость, которую можно использовать для истощения стойкости противника. Сопоставив тип вашей атаки с типом уязвимости. Истощение стойкости отображается над полоской HP перед применением навыка. Я это уже понял. Это для дурачков, да, которые не читают, что происходит у них там. Туда мы можем? Не можем. А тут у нас тоже закрыто, да? Тихо. Легко тормозит. Спаситель не авторизован герты. Люк не открывается. Ну и хер с тобой. А, вон карта вверху есть. Ой, подожди, а что это такое? Очки навыков. А, то есть вы мне то же самое все рассказываете, да? Окей. А вот это телефон. А это именно наш телефон. Обучение. Это что такое? Профиль первопроходца. А, тут прям про себя. Про себя могу рассказать. Ага. Любопытно, любопытно. Так, куда? Сюда. Пока мне очень сложно понять, эта игра, она вроде как и многопользовательская, а вроде как и нет. Сложно. Так, мы пришли. Мы пришли. Отворяйте там, что нужно делать? Вообще, что мы делаем? Мы должны там куда-то в центр зайти. И меня на поезд посадить. Мне покажут их поезд звездный. Итак, мы сядем в лифт на центральной платформе и спустимся на нем в главную контрольную зону. Ты знаешь дорогу? Эм, я заметила, что ты не носишь форму персонала космической станции. Ты правда здесь работаешь? От тебя это ебать не должно. Эм, пап, это что, как-то влияет вообще? Выбор того, что я отвечу. Я же в душе не ебу. Не, ну я же все знаю. Я знаю, что я вообще... Блядь, тут нет ответа, нет. Давай скажем, я не помню. Память потерял, да? Возможно, тебя ранили. Не бери в голову. Не буду спрашивать, если не хочешь об этом говорить. Пошли, я провожу тебя в безопасное место. Просто понимаешь, что это вот молчать, это вообще некрасиво. Просто промолчать, когда тебя спросили. Это ну ты вообще тварь какая-то. Тебе вон со всей добротой, со всей душой. О, сундук. Вот так. А ты вот так себе ведешь. Как хуело какое-то, которое молчит на вопросы. Не отвечает. Вот. Тип уязвимости противников можно просмотреть, приблизившись к ним. Ага. Вступление в бой с атакой, соответствующей типу уязвимости противника, можно заранее снизить стойкость противника. Так. А, у меня есть. Ой, ой, нет, еще. Падает. А оказывается, вот он в меня стрелять может. То есть, если он ранит первый меня, то я уже не успею. Ты меня выбрал? Че это такое? Гантэ становится приоритетной целью противника. Ах ты тварь. Март 7 следует по пути сохранения и может защитить союзников. А, выберите навык Март 7. Выберите первопроходца, являющегося приоритетной целью. Используйте навык и Гантэ будет под защитой. Вот, я это уже проходил. Я уже защищал себя. Я знал, что дело такое. Щит отображается на внешней границе полосы HP. Вот давай вот это он тут командует. А, нет, погоди, погоди. Нужно сначала вот таких вот херачить. И взрывом давай его херанем. Ага, соседнего тоже. Потому что был бы смысл копить вот эти вот уровни, если бы что-то стоило дороже. А когда оно все по одному стоит, то нет смысла. При получении урона сначала будет понижаться значение щита. А, я вижу, вон там вижу. Это что такое? Ты просто отомстить решила ему? Девичья сила. А почему ты каждый раз защищаешь меня? А, я мог использовать супер силы вот эти все. Давай, короче, знаешь как сделаем? Смотри, снежинка, снежинка, да? Вот этого давай херанем снежинкой. Вот так. Ага, все, он исчез. На меня, на меня, короче, мы используем вот эту и взрыв. Того заденем. Потом следом мы берем, мы берем вот это. Давай, у меня козырь звездной пыли, да? Там пыли были написано. Ага. А, подожди, что это? Очень сильный персонаж, который следует по пути разрушения. И что? Я думал, он сейчас просто херанет и хватит. Сверхспособность первопроходца. Предлагает два режима атаки. Атака по одной цели и атака по нескольким целям. Ну, ёпта. А она что делает? Она сейчас не работает почему-то. Но следом она будет работать. Видишь, она стала в очередь. Ну, давай вот это. Я сейчас прошел, получается? Нет, смотри, он живучий. Ледниковый каскад. Атака по площади. Давай. Выглядит это очень красиво. Мне прям очень нравится, как выглядят тут сражения. Они забавные. О, он заморозился. Хуячего. Так, а что из них сильнее? Нет смысла. Оно одинаково сильно, да? Только вот это двоих хватает. Давай, бей его. Да нет, слушай, мне кажется, что сильнее. Мне кажется, что он сильнее. И нормально-то херачит на самом деле. Все, мы выиграли. Щит. Щит принимает на себя урон вместо HP. Эффект щита означает максимальное количество урона, которое может поглотить текущий щит. Эффект щита. Отображает отображаемая длина щита равна поглощаемому щитом урону, который пропорционален проценту максимальной HP персонажа. Это как задание по математике. Так завуалирует, что еще хер сообразишь. Что им надо? Так, куда нам? Куда? Сюда? Ой. Я думал прыгать надо. Пространственный якорь. Но это понятно, он жизнь дает. Накопленную в пространственном якоре энергию можно использовать, чтобы восстанавливать HP персонажей. HP, понял. Пространственный якорь. HP. А, ну можно его не читать. О, это для меня. Спасибо. Туда нам нельзя. А я видел там противника. Сундук. Тоже пожалуйста. Хорошо, что походили, пособирали все. Пойдем вниз. Ах, я так и знала. Ой. Сработало? Сломался? Она сказала это не с радостью, поэтому давай спросим, сломался? Что ты по спине гладишь? Что это было? Но это было не я. Должно быть легион антиматерии сломал его. Жаль, что дань Хэна здесь нет. Он как ходячая энциклопедия. Знает массу сложных вещей. Может даже лифты ремонтировать. Ремонтировать умеет. Такого я не умею. Опа, откуда ты взялся, друг? Ах, почему ты здесь? И как ты сюда добрался раньше нас? Я выбрал другой путь на верхний уровень и увидел вас оттуда. Орланд в комнате наблюдения. Он ранен, но не смертельно. Ты нашел его, а он знает как пользоваться этим лифтом? Я полагаю, как голова дела безопасности, он должен знать. Тогда пойдем поговорим с ним. Персонаж дань Хэн. О, у нас теперь четверо, трое. Отряд. Меняйте состав отряда, чтобы быть готовыми к разным испытаниям. Откройте меню отряд, чтобы редактировать состав вашего отряда. О, добавьте персонажа. Сделали. Выберите дань Хэна, выбрали. Добавьте дань Хэна в отряд, добавили. Теперь нас тут вон сколько. Подожди. А, у нас, какой у нас отряд может быть? А, это может быть первый, второй отряд. Подробнее. А, выберите дань Хэна. Выберите повысить... В смысле, я ему повысить уровень должен? Какого-то перепуга. Выберите материалы... Выберите материалы опыта персонажа. Повысить уровень персонажа. Уровень повышен. А почему я именно ему? А, вот этого нет. Вот этого нет. А, то есть это так работает? Тебе мы можем повысить уровень? Да, то есть... У меня только вот эта штука какая-то есть. А давай мне лучше повысим уровень. Я же лучше вас. Меня же изначально придумали, чтоб я был главным героем. Вы че? Вот, себе повысил уровень. Себе молодец. Бабу обделили. Ничего так бывает. Тебе в следующий раз повысим. Не переживай. Все будет нормально. Ты главное не расстраивайся. Как выйти отсюда-то? Выходи. Так. О, нам сражаться надо. Пойдем. Какие тут сюжеты? Техника. Особый навык, который может пригодиться при исследовании. Техника это особая способность, используемая для исследования. Используйте технику Март-7, чтобы получить преимущество в бою. Это что за... Типа издалека она может его... И сразу заморозила. Ага. Техника Март-7 может наложить статус заморозка на случайного противника, когда начнется битва. Вот она в чем. Одиночная атака, одиночная атака. А в чем их прикол? В чем их прикол? Это вроде посильнее же атака, да? Или вот это? А, он его ослабит. Да и это же ослабит его. Ну давай вот эту. Мне кажется, они сильнее. Ну не зря же на них надо еще копить. Ну вот эту тварь, его нужно сразу херачить. Его сразу бить надо. Блин, да зря. Зря я это ей сделал. Так, и вот этих нужно ослаблять, дурачков. Давай их взрывом. О, всех можно? Давай всех херач. Прям по-хорошему. Ага. О, и этот ушел. А, у нас нет... У нас нет, не накоплено. Не накоплено. А, у тебя же один. На. Блин. Надо критами бить. Я же... Я для чего тебя прокачил? Ты дерешься, как хер пойми что. Ага. Все нормально. Всех завалили. Да, тут конечно будет с этой прокачкой. Тут прям... Муторо надолго. А прицеливаться я могу? Нет. Я могу только бегать. Только бегать и ничего больше. О, здравствуйте. А вы кто? Орлан. Так, вы вместе? Ага, мы из Звездного Экспресса. О, госпожа Герта прислала вас на помощь? Просто так совпало. Нам нужно доставить редкую религию, поиски, которая получила нам Герта. Мы не ожидали, что пребудем во время вторжения. Почему легион антиматери нацелился на вас, ребята? Кажется, они просто проигнорировали поверхность планеты и сразу же набросились на космическую станцию. Я понятия не имею. Легион пришел в очень подозрительное время, почти сразу после того, как внезапно вышла из строя система безопасности. Госпожа... Ведущий исследователь Аста немедленно начала организовать эвакуацию. Я должен был прикрыть всех, пока они будут эвакуироваться, но провалил задание. Не вини себя, у тебя ранена рука и нога, поэтому спрятаться здесь, чтобы не драться с легионом, мудрое решение. Ага, большая часть персонала уже эвакуировалась, поэтому сейчас наша основная задача вернуться в главную контрольную зону и составить план контратаки. Итак, ты умеешь пользоваться лифтом? Я не смогла его запустить. После эвакуации лифты отключили, чтобы легион не попал в главную контрольную зону. Поскольку госпожа Аста послала вас искать меня, я предполагаю, что она дала вам ключ в шифровании для доступа к лифтовой системе. Ах да, она дала мне какую-то карту. Март. Марч. Но куда я ее положила? Ты... Че? Че мы думаем? Она мнется. А, вот же. Так бывает. Так бывает. Теперь, когда мы нашли ключ, пора идти. Мы можем использовать вон ту консоль, чтобы разлокировать лифт. Так, подожди, а я тебе могу свой взять? Отряд. Нет, почему? Я б тебя взял в свой отряд. Бля, не читать нельзя ничего. На вас они похожи? Я хотел почитать. О, экран. Черный экран, на котором отображается ваше лицо, контрастирует с яркими динамичными изображениями. Очень информативно, можно было не читать. Угу. Приходится мышку убирать, она вмешается. Пойдем. Подождите, я активировал лифт только на верхнем этаже, теперь нам нужно туда добраться. Но почему? Это же далеко. Давай спросим, почему. Чтобы у легиона не было ни малейшего шанса попасть в главную контрольную зону на лифте, я должен обеспечить безопасность персонала станции. Придется вам идти в обход, извините. Что? Не пойдешь с нами? Я ранен, буду лишь обузой. Останусь здесь и отключу лифт, но как только вы доберетесь до главной контрольной зоны... Ты не будешь обузой, а лифт можно отключить и из главной контрольной зоны, верно? Согласна. Да, Гантэ и я добрались сюда без проблем, а теперь и Дани Хэнд с нами. Нас более чем достаточно, чтобы защитить тебя. Мы справимся с легионом антиматерии, а ты просто иди за нами и постарайся не погибнуть. Доверься нам, не думай об этом, можешь опереться на меня. Давай, типа, такие мы щедрые, давай щедрые, можешь опереться на меня. Ох, как мило, ну естественно. Спасибо. Естественно, ну... Следы повышать уровень, чтобы значительно усилить персонажа. Откройте меню персонажа, чтобы увидеть следы персонажа. Господи, как тут много всего. Откройте меню следы. Выберите узел следы. Активация следов позволит усилить способности персонажа. Усиление ледяного урона. Бонус харки. Вот мы что-то собирали, да? Активировать. След активированный, ледяного урона повышается на 3,2%. И что просто повышается. А, ну вот и тут еще прокачка есть. Ужас. И что у меня есть и то, и то? Нету. Я думал, что это все у меня есть. Хорошо. Давай у тебя следы посмотрим. У тебя тоже могу? Могу. Усиление атаки. Сила атаки повышается на 4%. Тоже неплохо. Отлично. Вот это сделать не можем. Это нужно будет читать и узнавать, что это такое. Достигнуть максимальный уровень. Бессмертный третий удар. Использование техники. Немедленно восстанавливает 15% HP союзников. Не может быть максимальный уровень. Чего вы мне врете? Ага. И давай тебя тоже, Шдани. Хэн. Чего ж ты? Ветряной урон повышается на 3,2%. У нас лед, ветер. И у меня просто ничего. Нажмите, чтобы закрыть. Ветряной урон повышен на 3,2%. И тут как бы тоже, естественно, ничего нельзя сделать. Такой штуки у нас тоже нет. Окей, завершай. Выходи. Я предлагаю. Тут, короче, очень все замудрено. Да, очень сильно. Тут столько-столько всего, что вообще не сообразишь. Это как Скайрим. Это как Ведьмак. Это как все в таком духе. Что все-все очень-очень как-то запутано. Если не посвящать этому времени и не разбираться. Но, ты чего радуешься? Она тебя сфотографировала, кстати. Понял, она тебя сфотографировала. У тебя считают, что есть с ней селфи. Вот так вот. Вот такая игра. Посмотрим, буду ли я проходить. Я, наверное, сделаю какой-нибудь опрос. В ВКонтакте, возможно, он будет. На Ютьюбе он точно будет. Поэтому, если ты все-таки досмотрел до этого момента. Если тебе действительно интересно, то проголосуй. Что типа проходи. Если не интересно, то проходить как бы не буду. Но логично, правильно? А так мне в целом понравилось. Но если в нее играть, то это, конечно, будет очень долго. И очень... О, видишь, куда там идти можно. И очень прям... Таки затратно. Ну, а... В процессе, то есть, будут выходить другие игры. То есть, сначала это. Потом другое видео. Потом опять снова она. Потом другое видео. То есть... Ну, оно будет долго. Смотря как тебе вообще зайдет. Какая будет поддержка, отдача и все в таком духе. Поэтому, надеюсь, тебе понравилось это видео. Сама игра, может быть, не понравится. Это у нас как раз рубрика. В первых впечатлениях я тебе напоминаю. А так, надеюсь, тебе понравилось это видео. Субтитры сделал DimaTorzok